На человека сильно действует, а раньше 40 градусов, 45 было, постепенно крепчало, крепчало. Нам первому классу отменяли 40 градусов, там уже до пятого класса 42, 43. А мы все равно, вра, коньяку, бегаем, морозь, не морозь, все равно бегом, в снегу играем, на санках катаемся. То и говорят по телевизору. Дети раньше были, наше поколение, здоровые, не ели чипсы, пусть хоть пища была скутная, я вот не верю сейчас, я противник этой химии. Потому что там уже начинали чувствовать что-то там, журчит, журчит. А потому что мы молоко натуральное не видим, масло натуральное не видим. Вы всю продукцию возьмите в магазин, ни одного натурального нет. Одна девушка, у меня знакомая, приехала с Москвы и говорит, подруга такая свою, а она сама уже говорит, накормить, как говорит, меня хлебом деревенским. А подруга-то у нее говорит, говорит, учеби, дорогая, какой, говорит, я тебе деревенский хлеб, у нас здесь такая же химия, в Москве-то плюс идет химия. В смысле мука, но она химически уже обработана. Мы не едим, уже хлеб вот сейчас, хотя нам мозга пудрит. Зерно первого, второго класса, элитного, отправляют все за границу, ради денег в карманы. Она кормит, что раньше свиньям кормили, но этим же зерном кормят. Четвертого, пятого класса. Я сам всю жизнь проработал, большинство проработал в совхозе художником-оформителем. Я худограф консиль, в Езевске, неправда давно, в 73-м году, и работал художником. Потом эта партия, когда была наглядная деталь, что это было широко распространено, писали, сочи обязательства, плакаты, призывы всякие. Работал оба, море. Как только вот Ельшин в классе пришел, художников надо, держите, не надо. И сейчас у нас все, компьютерная графика пошла, заменяет вроде. Но вот человеку искусство, не замените графикой. Да, вот это вот красота, да. И вот это потом, как это сократили, все работать так надо, я еще не на пенсии был. Все, давайте, домарим еще открыть. В отделе культуры сказали, была такая, Комцева. Слышали, слышали, конечно. Да, да, у нас так уже на пенсии был. Она из Корсова, между прочим родом. А, на Корсовайской школу? Да, Корсовайской. Они вообще-то кешские сами. Но отец был коммунист, его пошли на маслозавод работать этим. Директором однозаводов. У нас предприятий в Корсовай очень много было. Вас отвлекаю, я, наверное. Да нет, вы нам такую историю рассказываете, нам это интересно. Ну вот, потом у нас предприятий очень много было здесь. Раньше еще Корсовайский район был, тем более. А сейчас, вы сами как-то пишите, на деревню наплевать. Да, что деревня, города типа Глазово, моногородки небольшие. Все рушатся, потому что градообразующие предприятия, все закрываются. Вот это, вверхах чиновники все загорабатывали. И все никому ничего, им лишь бы продать, и все. И сейчас вот все эти города, даже маленькие, разрушаются. И у нас про деревню говорить нечего. Вон, видите, оптимизация, сокращение всякое идет. А что такое оптимизация? У нас тут больница построили только пять лет назад. У него-то больше идет дом, но капитально отремонтировали. И разваливаются. Да, разваливаются, да. Врачей сокращают, потому что из болезина не хватает их. Все стараются в коммерцию идти. А что такое в коммерции? Вот многие колхозники, они за 80 километров хоть болят, да лучше я говорю, сдохну, чем это туда пойду. Вы знаете, с проблемой попасть на прием. Сюда в вашу больницу, что ли, проблема? Не в носу, туда даже, и в носу так же можно. Записывайтесь по телефону, я говорю, болезнь меня спрашивают. Ага, Петр Иванович, уважаемый, завтра запишись, ты будешь болеть. Если бы я такого знал, так я бы записался. А то я сегодня хожу, а завтра, что я буду делать-то? Ну, скоро помощь увезет, если с дорогой не сдохнули. Ну, значит, пускай ведут здоровый образ жизни, что в больнице не пригодилось. А? Вести нас здоровый образ жизни, значит, для молодых... Это я с тобой согласен. Для молодых был урок. Да, но вот только начал я про экологически чистые продукции говорить, мы ведь уже не видим. Наши уже умышленно травят. Умышленно. Я очень много РНТВ смотрю, хотя там жена ругается, вот опять эти шокирующие гипотезы. Гипотезы, это я вот если из своей личной жизни... Вы же из своего опыта говорите? Они ведь не на обоснованных фактах, а... Он ведь диктор сам говорит, хотите верить, а хотите нет. Но они ведь на обоснованных фактах построены. Почти. Тем более вы сами тоже... Я думаю, что телевизор тоже не нравится. А? Телевизору тоже не надо. Но можно 10% оттуда взять. Но не надо. Они толкают вам ту информацию, которую вы видите. Им выгодно, да. Но РНТВ это ведь не государственное, а телевидение. Оно все государственное. То, что вы смотрите в телевизоре, это все государственное. Все государственное. Нет, это понятно. Просто можно долю правды где-то взять все равно. Ну пусть, ладно, пусть 50 на 50. Но там ведь факты-то. Но неужели вот если там про Гагарина говорят, так не правда что ли, он что, разбился или что? Все правда. Матеорит какой-то вот, Тунгусский там упал. Все правда. Но это правда ведь? Нет. Тоже нет? Неизвестно. Мы там не были, видите? Ну это гипотом. Вы не знаете, потому что вы там не видели, вы своими глазами не были.